Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Мы с вами сегодня поговорим о предстоящем матче за шахматную корону между Магнусом Карлсоном и Фабианом Карлана. И я думаю, что матч будет очень интересный. И мы расскажем вам о технической стороне этого матча и о прочих интересных подробностях. Да, я начну с тех технических моментов, которые, возможно, будут интересны части наших зрителей. Ну, самое главное объявление заключается в том, что мы отработаем весь этот матч. То есть мы прокомментируем все 12 партий, которые будут сыграны между этими двумя шахматистами. И, возможно, также, если состоится тайбрейк, то его мы тоже прокомментируем. Матч начинается 9 ноября, то есть через 5 дней. Все партии проходят в Лондоне с разницей по времени с Москвой в 3 часа. Поэтому по московскому времени каждая партия будет начинаться в 6 вечера. Ну и можно прикинуть, что наиболее продолжительные из них будут заканчиваться в 12 часов ночи по Москве. В принципе, мне кажется, что для большинства наших зрителей время должно быть достаточно удобным. Ну, в принципе, мне кажется, что это вся техническая сторона вопроса, которую мы должны были осветить вот в этом кратком анонсе. И теперь хотелось бы поговорить о шансах оборожных матистов, буквально вкратце, осветить некоторые моменты, которые могут так или иначе повлиять на итоговый результат. Ну и начать хотелось бы с истории их прошлых противостояний. Не то чтобы... На самом деле опыт предыдущих матчей на первенство мира с участием других шахматистов показывает, что этот фактор не факт, что является самым важным для определения будущего победителя. То есть, например, мы знаем, что Роберт Фишер не выиграл ни одной партии у Бориса Спаскова до начала их матча на первенство мира. У Александра Лехина был очень плохой счет с Хасаролем Капабланкой, ну и много других примеров в истории. Тем не менее, счет нужно упомянуть. На данный момент эти два шахматиста сыграли между собой 34 партии в классические шахматы. И довольно высокая результативность. То есть, 5 партий выиграл Фабиана Карлана, 10 партий выиграл Магнус Карлсон, и 19 партий закончились в ничью. То есть, больше 40% результативных исходов. Это довольно много. Например, в предыдущий матч на первенство мира, как мы помним, Карлсон Каяхин, там всего чуть больше 25% партий заканчивались чьей-либо победой. Я имею в виду не в самом матче, а во встречах этих двух шахматистов. Ну и в этом году, пока Магнусу удалось выиграть в одной партии, и в двух были зафиксированы ничьи. То есть, в принципе, история предыдущих противостояний намекает о том, что в этом аспекте у норвежского шахматиста есть некоторый перевес. Теперь, мне кажется, стоит коснуться другого момента, а именно их текущей формы. Извини секунду, я тебя перебью. Я считаю, что необходимо добавить. Зрителям будет интересно узнать мнение букмекерских контор, то есть букмекерские контировки на этот матч. И сейчас мы их тоже озвучим. На победу чемпиона мира, то есть на то, что он сохранит свою шахматную корону, букмекерские конторы предлагают коэффициент 1.85. Это без учета тайбрейка. По результатам 12 партий. Да, по результатам 12 партий. Также по результатам 12 партий на ничью, то есть на счет 6-6, можно поставить за коэффициент 3.40, и на победу Фабиана Карлано дают коэффициент 3.15. Я не сильно ошибаюсь. Да, как раз таки, исходя из этих котировок, можно сделать вывод, что букмекеры в основном опирались на прошлые результаты встреч между Фабианой и Магнусом. Но тем не менее, хотелось бы коснуться также других моментов, в частности, текущей формы шахматистов. В этом аспекте, заранее скажу, что некоторый перевес есть у американца итальянского происхождения. В этом году Фабиана одержал победу в 4 супертурнирах. Конечно, наиболее важным его успехом являлась победа в турнире бутиндентов весной. Также после этого он одержал победу в супертурнире в Германии в Карлсруе в Баден-Бадене, где он опередил Магнуса Карлсона на 1 очко. Довольно заветная, на самом деле, разница. Также он одержал победу в супертурнире в Ставангере в Норвегии, опять-таки опередив Магнуса Карлсона, хотя личную встречу он ему там проиграл. И также Фабиана Каруана стал одним из трех шахматистов, которые поделили первое место в супертурнире в Сент-Луисе, Синкфилд Кап. Напомню, что тогда тайбрейка не проводилась, то есть все эти три шахматиста одержали победу в турнире. Это были, собственно, Фабиана Каруана, Магнус Карлсон и Ливон Аронян. Ну, успехи Карлсона несколько более скромные. Он в этом году выиграл супертурнир Вейканзея в начале года, ну и также оказался в дележе первого места в уже упомянутом Синкфилд Капе. Других турнирных успехов у Магнуса не было. Если брать результаты в самых последних хронологических, вот на данный момент хронологических турниров, то у Карлсона это была шахматная олимпиада, где он играл на первой доске, сыграл довольно успешно, поднял рейтинг и завоевал серебряную медаль, только совсем немного уступив по перформансу китайскому шахматисту Дин Лижению. Ну, у Магнуса последний турнир сложился не настолько успешно. Это был клубный кубок Европы. Он играл за норвежскую команду Балеренга и одержал там одну победу при пяти ничьих. На самом деле, в паре партий даже рисковал проиграть. Если же брать математическое отображение этих результатов, то можно сказать, что Карлсон перед началом турнира претендентов в этом году имел рейтинг 2843, ну и вот спустя 9 месяцев его индивидуальный показатель составляет 2835. То есть можно более-менее сделать вид, что на свой рейтинг Магнус в этом году играл, но особо не блистал. Ну и вот это все вылилось в те самые минус 8 пунктов. В Карлоне другая ситуация. Карлона перед турниром претендентов имел рейтинг 2884, ну и вот спустя эти самые 9 месяцев его рейтинг равняется 2832. То есть Карлона поднял 50 пунктов, и это, конечно, очень много на любом уровне, но про элитный говорить не приходится. То есть, ну, сухой вывод такой, что Карлона этот год проводит пока лучше. Опять-таки, это не является каким-либо серьезным индикатором того, как будут обстоять дела в матче. Вполне вероятно, что Карлсон как раз выйдет на пик формы именно сейчас. Как выступит Карлона, предсказывает, довольно трудно, но, тем не менее, вот этот нюанс тоже нужно учитывать. То есть, текущая форма в пользу итальянского шахматиста. Ну, и также хотелось бы вкратце осветить, ну, вот лично мои мысли по поводу того, что будет происходить в дебюте Миттешпиле и Эншпиле в матче, и у кого из шахматистов в разных стадиях партии можно ожидать некоторое превосходство. Ну, сразу скажу, что в дебютной стадии во всех 12 партиях, честно признаюсь, я ожидаю, что будут разыграны открытые дебюты, то есть будут сделаны ходы Е4 и Е5. То есть, возможно, некоторые сюрпризы, в частности, в белых партиях Карлсона, скорее всего, он попытается поставить какие-то проблемы перед русской партией, которую, скорее всего, будет избирать Фабиана Каруана. Я так думаю, именно по той причине, что Каруана является весьма принципиальным шахматистом, он верит в качество своей дебютной подготовки, я не думаю, что он будет серьезно менять свои дебюты перед матчем. То есть, русскую партию можно ожидать, Карлсон попытается поставить какие-то проблемы, мне лично кажется, что ему это не удастся, и вот после этого есть некоторая вероятность того, что, возможно, Карлсон поменяет не только свой подход к дебюту, а даже первый ход. То есть, вот в районе 8-9 партии можно ожидать того, что Карлсон, возможно, станет играть Д4 первым ходом. Но начнется матч все-таки, скорее всего, с открытых дебютов, повторюсь. Ну, а про Карану говорить нечего, то есть, ход Е4 для него является основным уже достаточно много лет. Он, в принципе, соответствует его стилю игры, то есть, об этом еще поговорим чуть позже, но Каране нужно получать позиции, в которых у него есть игра против короля соперника, и все-таки ход Е4 этому больше способствует. В общем и целом, рискну предположить, что подготовка Фабиана Карлана в дебюте все-таки превосходит таковую у Магнуса Карлсона, и я думаю, что подтверждение этого мы сможем увидеть в матче. То есть, в частности, я жду от Фабиана довольно мощной идеи против берлинского варианта испанской партии. То есть, на самом деле, не исключая даже того, что Карлсон вообще испугается в него идти, и предпочтет какие-либо другие испанские схемы, то есть, не Берлина, возможно, как он делал с Карякиным, Маршал, Антимаршал, или вообще какие-то Чегоринские построения. Ну вот, то есть, небольшое превосходство можно отдать в дебютной стадии все-таки Фабиана Карлани. Что касается Метельшпиля, тут все еще сложнее. Дело в том, что есть свои сильные стороны вот именно в разыгрывании Метельшпиля и у Фабиана, и у Магнуса. Лично мое мнение такое, что все-таки счетные способности американца слегка превосходят таковые у его соперника. То есть, считает Карлана чуть дальше, чуть чище. Но это компенсируется некоторыми другими моментами, в том числе Карлана более, чем его соперник, склонен попадать в цейтнот. И я не могу сказать, что в цейтноте он играет очень сильно. То есть, это не Александр Грайщук. Если Карлана все-таки попадает в серьезные неприятности с расходом времени, то и качество его игры тоже падает достаточно заметно. Ну и также в пользу Карлеса на тот момент, что вот в спокойной оппозиционной игре, которая с упором на ферзевый фланг и с упорой на игру по полям, то есть, в такой игре, в которой не вовлечены напрямую короли, ни собственные, ни соперников, все-таки есть ощущение, что Карлсон посильнее. А вот в игре, в которой необходимо так или иначе считаться с мотивами игры против ослабленной позиции короля, какие-то матовые мотивы в перспективе, вот в такой игре я бы отдал преимущество Фабиана. Ну и что касается Эйншпеля, тут, в принципе, мне кажется, что нужно отметить некоторое превосходство Магнуса. То есть, Магнус долгий год уже считается, пожалуй, лучшим шахматистом именно в финальной стадии партии. Однако тоже тут не все так ясно. Вот в каких-то конкретных счетных Эйншпелях, где все решает именно способность далеко и точно посчитать варианты, я думаю, что короли как минимум Магнусу не уступит, а возможно где-то даже превзойдет. Но если же брать игровые Эйншпеля, причем такие, в которых нужно долго и методично, скажем так, увеличивать и потом реализовать минимальный перевес, именно вот в такой игре Карлсон максимально силен и Карлана с ним соперничать не сможет. Ну и, в общем, подводя краткие выводы, можно сказать, что и у Фабиана, и у Магнуса есть свои сильные стороны, в которых они превосходят соперника. Мое личное мнение такое, что матч будет равным, очень трудно предсказать, кто в нем победит, ну и также не буду скрывать свои личные предпочтения, я в этом матче буду болеть за Фабиана Каруану. Ну и даю слово своему напарнику. В общем, ребята, мы с вами ждем интересного матча, результативного. Я очень рассчитываю, что хотя бы 30% 30% партий завершится результативным исходом, и мы с вами абсолютно все партии прокомментируем в режиме прямых трансляций. Присоединяйтесь, будет интересно, весело. Всех ждем, болеем за сильнейшего. Всем большое спасибо, оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok